В Лангепасе с рабочим визитом побывал депутат Государственной Думы Вадим Шувалов. Главный врач городской больницы Александр Инохрин рассказал парламентарию о ходе реализации сразу двух проектов, касающихся сферы здравоохранения. Первый называется «Учим дома». Он предполагает подготовку медицинского персонала среднего звена на базе политехнического колледжа. Практическое обучение будет проходить в стационаре. В рабочем порядке с городской больницей отработали специалистов, которые будут преподавать. Часть преподавателей будут у нас из колледжа. Своих же, да? Конечно, да. А часть преподавателей... Им, кстати, тоже хорошо. Конечно, по спецдисциплинам у нас будут из городской больницы. На сегодняшний день на те средства, которые выделил нам депутат окружной дома Нохрин Александр Владимирович, мы закупили оборудование, сейчас завершается поставка оборудования, мы его домонтируем. Мы уже провели брендирование мастерских. Все эти работы проведены буквально в считанные месяцы. Уже в нынешнем году планируется организовать набор студентов на обучение по программе среднего медицинского образования. Со временем это восполнит тот дефицит кадров, который на сегодня есть и не только в больнице Лангипаса. В Лангипасе и вот этот вот проект «Учим дома» мне он в первую очередь понравился тем, что действительно, правда, зачем куда-то ехать? В округе огромное количество учреждений здравоохранения, просто огромное. И нехватка медицинского персонала, именно среднего медицинского персонала, это вот действительно вот прям вот остро стоит. 50 человек будут учиться дома, 50 человек, которые... У вас рядом такой город-спутник, будем говорить, Покачи, который тоже близко к вам приехать. Все тоже будут, если задействованы, тоже получат тот персонал. К сентябрю будут выполнены все подготовительные работы. И уже через два года в городской больнице трудоустроят первый выпуск медицинских сестер. Я думаю, что это, конечно, необходимо, и это в ближайшее время оценят и сами дети, которые будут здесь учиться, и их родители в первую очередь. Потому что, конечно же, очень удобно проживать и учиться в одном городе. Александр Нохрин также продемонстрировал гостям симуляционный класс, в котором будущие студенты станут отрабатывать свои знания на практике под руководством опытных наставников. Обсудили собравшийся еще один проект, он федеральный, оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация. Участниками программы стали всего три лечебных учреждения ЮГРЫ, в их числе и Лангипадская больница. Только за прошлый год в учреждение поступило 90 единиц оборудования для стационарного и амбулаторного этапов реабилитации взрослых после инсульта и инфаркта. Очень важно, когда реализуются проекты у нас в округе команды ЮГРЫ. И вместе с Вадимом Николаевичем Шуваловым мы вместе шли на выборы под лозунгом команды ЮГРЫ. Поэтому сегодня мы посмотрели направление развития здравоохранения в городе Лангипадская. Очень важно, что мы можем рассчитывать на поддержку нашего представителя в Государственной Думе. Сегодня депутаты разных уровней уверены, что реализуемые проекты значительно повысят качество жизни граждан. И вместе с тем сделают наши города еще более благополучными и привлекательными. Алина Нощенко, Тимур Зигангиров. Наши города.